Всем привет, с вами Саргас. Как многие из вас знают, я уже давно занимаюсь магической помощью, снимаю порчи, в том числе смертельные, за которые обычно уже никто не берется, уничтожаю полевых паразитов, восстанавливаю нормальную работу энергетики, ставлю защиты, а иногда даже разрываю контракты с демонами. Хотя браться за последнее, прямо скажем, я врагу не пожелаю. Однако многие начинающие жаждут знать, как снять с себя порчу самостоятельно. Не у всех есть возможность обратиться к опытному специалисту. Не у всех есть желание обращаться к магам после череды шарлатанов, которые вытянули из человека все соки и так и не помогли. И несмотря на то, что я говорю, что если у вас нет опыта, если вы не являетесь опытным практикующим магом, то не стоит браться за подобное, очень легко себе навредить, но я все понимаю. И поделюсь одним ритуалом, который поможет вам снять с себя несложную порчу. Проводить его можно только на себя, то есть не пытайтесь вернуть в текст ритуала чужое имя. Подействует он только на того, кто его проводит. Если вы в течение пары недель после окончания ритуала ощущаете ухудшение, срочно обратитесь к специалисту за квалифицированной диагностикой и помощью. Ритуал не сработал. Если в течение лунного цикла, то есть примерно в течение месяца, вы не ощущаете улучшений, это также повод обратиться к специалисту. За две недели обычно должны начать проявляться хоть какие-то положительные изменения. В течение месяца ритуал вступит в полную силу, энергетика полностью восстановится и жизнь уже должна начать более-менее налаживаться. После проведения ритуала обязательно поставьте на себя защиту. Как это сделать я рассказывал в отдельном видео. Ссылку на страницу с ним я оставлю в описании. Также напоминаю, что этот метод актуален только для простеньких порч, сглазов и бытового негатива. От смертельной или в принципе сколько-нибудь серьезной порчи он не годится. И выкладывать подобное в открытом доступе я не буду. Так как чем серьезнее ритуал, тем проще им навредить себе и окружающим, если нет должной подготовки. Итак, предположим, вы начинаете ощущать, что в жизни как-то все не ладится. Возникают проблемы на работе, в семье, со здоровьем и при этом вроде бы как все хорошо и нет никаких предпосылок. Но тем не менее проблемы накапливаются как снежный ком. Если вы маг, то возможно это инициация. О них я рассказывал в отдельном видео, можете посмотреть на моем канале, там есть возможность поиска. Если вы обычный человек, то возможно это шаманская болезнь. О ней в моем блоге рассказывала одна из моих учениц, можете ознакомиться по ссылке в описании. Кстати, если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, то вы можете отправить ее мне на почту. И если она будет интересна широкой аудитории, я опубликую ее в своем блоге с указанием вашего авторства. Если это не инициация и не шаманская болезнь, скорее всего это порча. О видах негативных воздействий я записывал несколько видео, поищите в плейлисте «Первые шаги в магию». Эти видео одни из первых на канале. Как правило, ваших недругов интересуют не мелкие неурядицы, а ваша смерть. Как члена общества, специалиста, личности, супруга нужно подчеркнуть. Но и на мелкие пакости темные маги не скупятся. Проще всего, конечно, обратиться к специалисту, а не испытывать судьбу. Но, если по какой-то причине у вас нет такой возможности, для начала можно попробовать помочь себе самостоятельно. Поможет в этом один долгий, но сравнительно несложный ритуал. Проводить его нужно в течение семи дней, начиная с пятницы. Потребуется двадцать одна белая свеча. Если вы являетесь адептом христианского эгрегора, можно использовать и церковные, но я бы все же не пытался решать магические проблемы инструментами эгрегора, который не приемлет никакую магию, кроме собственной. Свечи можно разрезать, так как обычная хозяйственная свеча, если память меня не подводит, горит около восьми часов, а вам потребуется дождаться, пока все свечи прогорят. Так что можете взять семь свечей и разрезать каждую на три части. Итак, начинаем в пятницу днем до захода солнца. Это важно. Очень желательно, если этот день придется на убывающую луну, но в таких ситуациях, увы, до нужного лунного цикла можно и не дожить. Потому, если не попали, ничего страшного. Берем три свечи, ставим перед собой и семь раз читаем заклинание, которое вы можете видеть на экране. Пока свечи не прогорят, вам нельзя покидать комнату. В идеале даже вставать с места не стоит. Повторять ритуал необходимо точно так же, в то же самое время, кроме последнего дня. На седьмой день необходимо зажечь свечи, но произносить ничего не нужно. Просто посидите перед пламенем и постарайтесь ощутить, как все ваши неприятности сгорают в огне. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. Если ритуал не сработал, обратитесь за квалифицированной магической помощью, воспользовавшись формой на моем сайте magsargas.com или написав мне на почту magsargas.gmail.com Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт magsargas.com. На его страницах вы можете обратиться за магической помощью, вступить в школу практической светлой магии, найти статьи и видео, посвященные магии, а также приобрести амулеты, магические курсы, мастер-классы и мои книги. До встречи!